Сегодняшнее заседание Координационного совета не похоже на предыдущие. Вместе с представителями исполнительной власти студенты Новороссийских колледжей. Гордость города-героя. Эти ребята участники и призеры 5-го национального чемпионата молодых профессионалов WorldSkills Russia. И несмотря на то, что они еще продолжают свой процесс обучения, вопрос последующего трудоустройства для них решен уже сегодня. Предложения от работодателей о сотрудничестве они получили после того, как представили себя и свой город в Краснодаре. В процессе работы меня заметил один из работодателей и предложил мне работу. Он оставил мне свои контактные номера, чтобы как-то можно было с ним связаться. И я после чемпионата, он мне прислал материал, из которого я должна была собрать мероприятие. Этим я сейчас и занимаюсь на данный момент. Вот мы с ним контактируем в соцсетях, переписываемся. Я ему высылаю свою готовую работу. Он мне говорит мои ошибки, говорит мне, что исправить. Соответственно, я исправляю. WorldSkills – международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий посредством организации проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом. Для новороссийца Алексея Бондарева прошедший пятый национальный чемпионат молодых профессионалов стал уже вторым за время его обучения в колледже строительства и экономики. Сегодня вместе со своим педагогом-наставником, кстати, также потенциальным работодателем, вспоминают. Из начинавших подготовку к конкурсу с 13 ребят до финиша дошли только трое. На работу бы я взял из троих, допустим, двоих. Одного с натяжкой, а одного уже наверняка Алексея. А почему? В первых человек быть сцеплинированных, это раз. Если я сказал, что мы встречаемся в 9 часов, Алексей без пятнадцати подходит. Ну, я человек немножко такой требовательный. Не люблю раздельяйствовать и пьянство и прочее. Мало таких, чтобы которые бы я сейчас пригласил на работу. Все какие-то такие вот крученные, все хотят быстро научиться. А вот в такой компетенции, как экспедирование грузов, на прошедшем чемпионате не было равных новороссианке Виктории Шевченко. Благодаря своему педагогу девушка заняла первое место. Сегодня она уже участница национальной сборной WorldSkills Russia. Я понимала, что шансов у меня действительно, я думала, что будет мало. Потому что, повторюсь, были все ребята довольно-таки взрослые. И тем более, сами понимаете, когда слышишь слово «Москва» и «Московская область», естественно, как-то нагоняется страх немножечко. Потому что всегда это являлось каким-то приоритетом. Но выросли из периферии, да? Ну нет, просто всегда считалось, что московские учебные заведения так хорошо подправливают. Поэтому, ну а потом, когда я увидела соревнования, когда я увидела задания, я поняла, что, а зачем мне думать о чем-то другом, когда мне нужно сосредоточиться конкретно на своей цели. Бесценный опыт для ребят, повышение уровня квалификации педагогов, улучшение материально-технической базы самих учреждений среднепрофессионального образования – таковы итоги участия Новороссийска в соревнованиях молодых профессионалов разного уровня. Убедительные победы в таких компетенциях, как прототипирование, кровельное дело, сетевое взаимодействие и системное администрирование одерживают и школьники города-героя, уже в своей номинации – Junior Skills. Уже начиная с 10 лет, мальчишки и девчонки могут узнать изнутри все тонкости понравившейся им профессии. Мы, город, вообще, в принципе, можем даже похвастаться тем, что у нас такая хорошая среднепрофессиональная база в городе. У нас шесть техникумов, которые охватывают, в колледже, которые достаточно охватывают большой перечень рабочих профессий, нашим детям есть где учиться. Мы всех девятиклассников определили, понимая, что ребенку нужно получать профессию. В первую очередь на этих детей мы сделали ставку, мы распределили их по средним, ну, по колледжам. И дети в течение где-то примерно октября, где-то с ноября до апреля месяца включительно, в определенный день недели, в четверг, посещали среднепрофессионально-образовательную организацию. Наши колледжи их встречали, им показывали мастер-классы, с ними проводились занятия, им давали возможность попробовать специальность, которая есть в этом учебном заведении. У нас есть идея вообще реализовать это как проект города и выйти с инновационной площадкой на краевой уровень, где шесть колледжей совместно с образовательными учреждениями школы, в смысле, организовывают вот такую эффективную, качественную подготовку. Почивать на лаврах победителям и призерам пятого национального чемпионата WorldSkills Russia 2017 теперь некогда. Все они попали в расширенный состав национальной сборной. Впереди у лучших европейский чемпионат в Абудабе в октябре и мировое первенство в Казани в августе 2019 года. Юлия Сапковская, Денис Ротарь, Новая Россия.